Итак, дорогие друзья, наша задача в курсе 37 – создание и связывание событий в Киви. Значит, что бы я хотел рассказать. Итак, смотрите. Мы в этом курсе писали чистый код, как и обычно в Киви. Но сейчас, так как я предполагаю, что видео будут смотреть люди, которые смотрят это первый раз, поэтому про код я не буду сейчас говорить. Код мы будем рассматривать в курсе. В чем особенность? Обратите внимание, объяснение 1, объяснение 2А, объяснение 2Б, объяснение 3. То есть по 10 минут, 40 минут я с разных сторон объяснял код, всего там 20 строчек. Можно ли найти такой подобный код в интернете? Конечно, можно. Можно ли найти такое подробное объяснение? 100% нет. Тогда я вот на что хочу обратить внимание. Значит, в предыдущем курсе мы изучали методы соотношения. Это очень важно. В этом связывание событий. Поэтому я сейчас видео просто нарисую общий смысл. Ну вот представьте, у нас есть окно планшета. Вот оно, это окно планшета. Здесь у нас есть несколько кнопок. А здесь у нас пространство для рисования. Значит... Кнопка 2. Смотрите, почему этот урок важен и почему я столько времени отдал на объяснение кода. Ну, во-первых, для тех, кто смотрит первый раз, сразу скажу, что Kiwi сам по себе довольно прост, но документация в нем сложная. То есть требуется разъяснение. Я сам очень долго разбирался, если сейчас сказать. Поэтому просто приходим и смотрим. Это примерно, грубо говоря, надо посмотреть вот до этого, где-то 370 уроков. Поэтому разберетесь. Сейчас мы разберем фрагмент только того, что мы разбирали в этом курсе. Итак, вот у нас есть пространство для рисования, вот у нас есть кнопки. То есть мы делали код, чтобы связать вот эти вот кнопки с пространством для рисования. Но в Kiwi это не так-то просто делается. Во-первых, мы создали класс, это раз, который соотносил все с этими кнопками. В этом классе мы прописали код, который бы соответствовал названию нашего пространства. То есть далее мы научили нашу программу при помощи методов Kiwi. Это ссылаться на координаты x, y, что вот мы собираемся при помощи кнопок, допустим, рисовать круг. То есть наша была задача, чтобы, во-первых, Kiwi определял координаты пространства. Kiwi определял координаты фигуры, которые мы рисуем и отображал. И именно сказать Kiwi, что мы собираемся рисовать. Идея довольно простая, но код тоже простой. Ну, код простой для человека, который хорошо знает документацию Kiwi, например, как я. А если человек, даже который знает хорошо Python, но не знает Kiwi, он будет смотреть на код и, в принципе, посмотрел, почитал, что радио послушал и все. Так вот, моя задача была в этом курсе. Мы написали этих несчастных 20 строчек, а потом все эти строчки, вот эту идею, я рассказывал только в коде. По сути дела, не должно быть ни одного человека, который бы не понимал. Тема очень важна, так как при программировании вы в любом случае будете создавать постоянно события, связывать некие кнопки с некими событиями. Поэтому я и затратил, вернее, наверное, инвестировал в ваше образование целых 40 минут. Именно кроме того, что мы писали, что мы создавали, инвестировал в разбор кода. Кроме этого, все новые функции, которые мы изучали, я их и разъяснил. И также, значит, дал ссылки на документацию, чтобы вы привыкали. Также я в этом курсе дал все, что необходимо для повторения, для понимания. И, как говорил, что все куски кода, где встречались новые какие-то вещи, например, стат, то есть мы все это, я дал документацию и объяснил, например, стат, это когда кнопка нажата. То есть оно есть в документации, но сейчас мы научились его применять в коде. Или ключевое слово DAWN, DAWN, да, которое включено в Kiwi, то есть вниз. Также мы коснулись ранее вещей, но опять же я говорю, что сейчас в общем, так как предполагаю, что будут смотреть новые, потому что тот, кто проходил в школе, допустим, что такое KLD Point, знает. Это функция, которая умеет определять все координаты, а для тех, кто первый раз смотрит видео, это будет, как, грубо говоря, вода. Поэтому в курсе я ставил задачу определить идею, только что мы будем делать, а сам код мы будем разбирать в самом курсе, писать все, и сам код есть также в уроке. Я вас попрошу, вот что важно, кто будет заниматься, важно написать этот код. Я не зря включил домашнее задание, домашнее задание включил, где попросил, что важно, пропишите этот код не менее 10 раз. Пока у вас не будет устойчивой ассоциации, что есть, что, что, когда делается, значит, не оставлять, потому что это архиважное. Вы можете вплоть, написав код, нарисовать себе такую схему. Действие первое, там, создали класс. Действие второе. Переопределяем метод, там, касание, то есть он тучдаун, переопределяем. Далее, определяем координаты, определяем методы, то есть вы поймете, когда просмотрите курс, но проговорите это. У вас должна быть четкая в голове ассоциация, что должно происходить. И пишем код. Раз написали, проговорили. Второй раз написали, проговорили. Третий раз написали, проговорили. Четвертый раз. Пока в голове вы не сможете вот так просто стать и перечислить, что вам надо сделать для того, чтобы создать и связать события. Вот это будет как бы костяк первичный. Потом уже можно где-то что-то изменять, что-то насаживать, что-то менять. Но смысл будет тот же. Почему это важно? Потому что все события всегда происходят вокруг метода он тучдаун. Грубо говоря, простым языком, касание по монитору. А вопрос, что делать, вы определяете сами. Но еще раз говорю, прописать 10 раз код. 10 раз. И рассказать. Попросил вас обязательно выполнить домашнее задание и в группу сбросить. Возможно, кто-то почитает мое, кто-то ваше. Но важно добиться полного понимания создания событий. Это архиважно, ребята. Поэтому вот так. Так, ну и для тех, кто первый раз только смотрит это видео и хотел бы изучать Kiwi. Значит, я объясняю просто, как найти. Набираете spb-retout.ru. Просто его легко набрать. Далее нажимаете еще. И находите Python for Android. Переходите вот на этот сайт. Python, Android. Все курсы написаны в стиле. Программирование понятное всем и каждому. Это абсолютно так. За эти годы я точно убедился, что каждый человек понимает, как программировать, начинает программировать и так далее, и так далее. Спасибо.